Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Ты помнишь наше знакомство с черной и белой? Конечно, помню. Первая. Первая была белая, конечно. Но помни, конечно. И с той, и с той первой. Помни. Ну, на самом деле, оно для меня даже еще знаменательное и важно, чем в психологии очень любят архетипы. И более того, в психологии очень любят субличности. И более того, на них и на архетипы, и на субличности очень любят выносить ответственность. И когда на них выносят ответственность, то это выглядит смешно. Но человек, который приходит, побыв в психолога, и начинает рассуждать на тему субличностей или архетипов, это очень смешно. То есть это бесконечный путь развода клиента на вынос ответственности, дабы он не осознавал, что он творит, зачем и как. То есть такой барабашка получается. И наш вход в психику и знакомство с черной и белой, когда оказалось у нас в психике, очевидно, есть только два архетипа, назовем это так. И эти оба архетипа – это мы. Это мы, один я, который во время смерти снимаю или при засыпании снимаю информацию, утилизирую ее. И второй я – это я, который закладываю информацию к проживанию фильма. Следующего, на следующий день или на следующую жизнь. Вот эти два я. Один из них белый, один из них черный. Да. Основа игры. Основа игры. Можно посмотреть даоские значки, в принципе, там это все разрисовано, и люди, и даже эти кружочки есть, эти персонажики, вот они есть там. Основа игры, которая дает вот этот хорошо-плохо. И пошла качаться игра. И пошла качаться, качели, которые дает. И дает возможность смотреть фильмы, осознавать, как это все строится. И если человеку, ты говоришь, что у него в подсознании есть два архетипа – белая и черная смерть, даже само слово «смерть», у человека тут же коса. И своеобразные ощущения, отношения там и так далее. А вот мне интересно, есть люди, которым интересно с ними познакомиться? Вот с этими архетипами в себе? Ведь это начало-начало на самом деле, когда ты познакомишься с своими архетипами, познакомившись с ними. Ну это же интересно. Конечно. Коснувшись, знаешь, как коснувшись сумасшествия, да? Я общаюсь со смертью белой и черной. Слушай, ты общаешься с субличностями – это не сумасшествие, а с белой и черной – это сумасшествие. Я же показываю, как… То есть, а это начало-начал, то есть, и разобравшись во всем этом… Ну да. Это же ведь интересно как. Это безумно интересно. Безумно интересно. Ну, когда мы говорим «безумно», «безумно» – это когда человек выносит ответственность. И когда он играет в чужую игру, в игру психолога, в игру психотерапевта или экстрасенса или еще кого-то. Вот там безумно. А вот интересно – это когда ты действительно разбираешься в себе и осознаешь безграничность своей психики и своих способностей. И безграничность ответственности за то, что ты создаешь и то, что ты проживаешь. Да, и что все это ты. Да, и что все ты. Мне на днях вдруг ни с того ни с сего Тикток начал показывать, подкидывать ролики еще одной новой психологине. Я тебе вчера показывала. Там даже внешний вид, когда смотришь, просто фу, улет. Ну, физиогномику ты не обманешь. Ничего не справишься. Ну, такая травма. Травма, которая разносит травму. Вирус. Вот вирус. Очень жесткий вирус. Очень жесткий вирус. Ковид такой, да? Да, точно. Ковид, который несет и показывает. Вот здесь простите своих родителей. И вот здесь простите маму. И вот здесь простите папу. Мы уже говорили про игру в прощение, да? Игра в прощение – это передышка. И потом поиграем еще, поиграем еще. Это не завершение. То есть я, когда вижу, что это жесткий вирус, который жестко требует, играем в психологию. И все быстро бегом играют. Ну, на самом деле, весело. Вот смотришь на это, ну, такая ржака. Вообще, вот эта жизнь построена из сюжетов на поржать. И в какой-то момент ты понимаешь, что все сюжеты на поржать, они стали возможны благодаря тому, что мы ушли в свой мир чувств. Что мы ушли в себя. Конечно, и в себе развернули осознавание вот этого процесса полностью, как создается и как транслируется реальность. Как ты с ней играешь в зеркале. Как ты с собой играешь в зеркале, создавая эту реальность и вынося ответственность на нее, да? А это было бы невозможно, если бы мы не познакомились с черт и белым. В том-то и дело, да. А именно они, вспомни, как они нас вскрыли, можно сказать. Вскрыли. А это знакомство вскрывает. Дело в том, что человек, ложась спать, вот банальные вещи сейчас буду говорить. Вот человек ложится спать. Он что, осознает или чувствует, как у него сейчас будет сниматься информация? Угу. Но если он сейчас не сбросит информацию, прожитую за день, он на следующий день будет сумасшедшим, как переполненный компьютер. Конечно. Но у него снимается эта информация, это нормально. А утром, когда он просыпается, ведь ни один человек не задается вопросом, как в меня загрузилась информация о следующем дне. Просто он пропускает это мимо, как норму. И живет на автомате. На автомате. Так вот, самое прикольное, что именно вот в момент снятия информации, работы с информацией и загрузки информации, и работают чувства, которые помогают нам эту информацию интерпретировать и понимать, и осознавать, и так далее. Полностью работая с информацией, идет через чувства. И когда мы говорим чувства, сейчас люди будут сразу. Чувства – это эмоции, чувства – это ощущения, чувства – это состояние. Это уже для очень продвинутых юзеров. А чувства, как это чувствуется, как если бы, отсутствует практически у 99-9 десятых процентов человечества. Они, вот это чувствуется, как если бы, нам и подарили черное и белое. Да, да. Вот когда ты уже знакомишься с этими архетипами через чувства, у тебя открывается этот мир чувствования. У тебя открывается здесь. Не здесь, не сердцем. Я сердцем чувствую. В сердце есть мозг. Кстати, последняя теория медицинская. Уже в сердце есть мозг. А в кишечнике тоже, между прочим, много мозгов. Ну да. В разных частях кишечника по своей извилине. Но сами чувства – это черное и белое дарят изначально. Как тогда вот этот момент, когда ты впервые чувствуешь белое, он вообще неповторимый. И первый момент, как ты чувствуешь черное, он тоже неповторимый, потому что здесь еще идет момент борьбы со страхом. Тоже смерть. Ну, на самом деле, мы с тобой интересные переживали штуки. Я помню тот период. Это действительно был сумасшедший период. Но это был невероятный период, который дал такой выхлоп. Именно как... Это тот период, он просто открыл двери в самих себя, и мы просто шагнули туда. С головой ушли. И улетели. И улетели. И прилетели к себе. Просто у нас открылись глаза настолько, что этот мир, он действительно невероятно красив. Многообразен. И это настолько все из стеба, из интереса, из кайфа, абсолютно все, что происходит в жизни – это невероятный кайф, счастье, невероятное счастье. А смотри, ведь психотехническая база, которую сразу показали черное-белое, которая описана в книге «Инфодайнг. Подсознание». Подсознание. А, да, правильно, подсознание в черной книге. Там уже получается, вот мы еще вот на последнем курсе мы догоняли остатки этой психотехнической базы. Вот это было круто, да? Вот это круто, да. Последний курс, а мы догоняем, что же они все-таки нам показывали. И это вообще невероятно. И мы это все запротоколировали, записали, как обезьянки. А смотри, сколько детей при этом вышло из аутизма. Вышло из аутизма, мало того. Самое ценное, что произошло? А то, что наука и медицина уже признали то, что… Аутизм уже с выходом. Аутизм и есть выход. Вот это вот просто самое… Более того, заговорили о вреде прививок. Да. Хотя мы же официально не говорили «прививка». Мы говорили, что кармические истории под этим. Но при этом, ребята, думайте головой, когда вы обесцениваете свое тело, когда вы выносите ответственность за него в врачу, и когда вы идете и несете своего ребенка-дракона. Да, этому Змею Горынычу, да? Или кому-то там дракону, кто-то там в сказках прилетает. Потому что, с одной стороны, по парадоксу, вроде как прививка не должна так работать, а с другой стороны, по кармической работе, история, она так и работает. А с третьей стороны, она вообще просто сбоку припекла. Это просто, да. Это просто тот и самый инопланетянин, который вот прям… Которого сейчас ждем. Ну, вот все его и будут ждать, понимаешь? Вот уже все, он есть в реальности. Уже есть металлическая подоснова. И железный век приближается. Да, 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 да. Это вот то самое нечто вынесенное, от чего мы очень сильно зависим, при этом не осознавая, что все уже имеем. Подожди, почему приближается? Вот я сейчас сказала, а потом зависла. А ни хрена. А я не хочу. Так, конечно, не хочу. А если я не хочу, то не будет. Но, конечно, оно и не будет его. Не будет, но для… Оно вот сейчас создавалось. Это мы с тобой слышим, да? Вот я сейчас себя просто услышала. Оно создавалось, да, мы видели, что есть. Есть, да, мы создавали объективно товарищей, которые вот это все. Но сейчас, когда я осознаю, что я создаю реальность, то мне по хрен, где находятся эти товарищи. Мне это на хрен не надо. Абсолютно. И нести не собираюсь. Это красное знамя. Сворачиваем. Да. Распад с СССР. Нет. Здесь инопланетные цивилизации. Да. Не успели долететь. Развернулись. И улетели. Сворачиваем программу Марс. Класс. На полпути развернули мы корабль, короче, инопланетные. Не, ну сейчас мысль пришла, но зачем? Да, конечно, да. Зачем? Это их дурная игра, чтобы оправдать деньги. Но оправдайте чем-нибудь другим. Вон, уберите мусор из океана. Ну, это то же самое, развернуть инопланетный корабль. Точно так же, да? Да, да, да. Только там другой инопланетный корабль. На самом же деле так. А когда это происходит? Когда ты берешь ответственность полностью на себя. Ты осознаешь, что твоя жизнь, она твоя. И зависеть или ожидать чего-то не надо. Ты просто живи, действуй в своей жизни. Живи, проживай ее сам. И кайфуй от того, что есть все варианты. Ты можешь не только проживать свои ошибки какие-то, но еще и учиться, глядя на весь мир. Но не конкурируя, не борясь, не сопротивляясь, не взвешивая. Не надо, как знаешь, не спорь, а живи. И кайфуй. И кайфуй. Все в моменте здесь и сейчас. Ты в моменте здесь и сейчас создаешь и разворачиваешь игры. Но ты не осознаешь тот момент, когда ты запускаешь, и не осознаешь, как ты будешь сворачивать. А можно это все осознать и создавать то, что не надо сворачивать, то, что надо проживать и кайфовать. Все. Просто слышать, научиться слышать самого себя. При этом парадокс то, что ты можешь слышать себя через кого-то. Да. И все. И при этом оставаться в благодарности. И главное, не спорь. Не конкурируй. Не распыляйся. Не включай эмоции. Да. Согласна полностью. Ну, видишь, это невозможно без чувств. Без включенных чувств. А чувства априори невозможно без входа в свой внутренний мир. А на входе в этот внутренний мир стоят черное и белое. Черное и белое. Более того, вчера на курсе стало очевидным, а кто такой дракон? А кто такой дракон? Ну, в принципе, мы уже с тобой не один раз приходили к тому, кто такой дракон. Муся где-то просится. Муся домой хочет, да. Мася. Ну, тогда мы не будем долго разговаривать. С Мусю надо впускать в дом. Замерзла, наверное, кошка. Ну, да. Это, кстати, черное и белое. Она всегда приходит, когда мы говорим про черное и белое. А она у нас черно-белое. Смотри. И она не сидит здесь. Да. А тут идет ее тема. Потому что это на самом деле тема очень-очень тема темная. Это приход в свой мир к себе. К себе. К настоящему. Ты знаешь, в понедельник... Открыть двери надо. Открыть двери надо. Смотри. Самому себе. Смотри, как... Очень просто, ну вот... Кайф. В понедельник мы откроем двери всем тем людям, кто захочет... Да, черное и белое. ...познакомиться с черной и белой. Да. Просто открываем двери. Как сейчас Муся откроем. Как сейчас Муся откроем. Хотите, в 8 часов вечера подключайтесь. Подключайтесь. Это будет начало-начал. Начало-начал.